...инвестиции по размеру 50 миллионов для того, чтобы полностью претить и преобразовать. Слышно хорошо данное наше медицинское учреждение? Также параллельно ведется работа по привлечению еще 40 миллионов гривен из данного источника для наведения порядка в нашей инфекционке и пищеблоке. Сегодня наша экскурсия подразумевает посещение второй городской больницы. Также мы приедем и посмотрим, как ведется работа по реконструкции коллектора по улице Героев Украины и завершим, наверное, приятным социальным проектом. Это наши общегородские субботники на территории, в данном случае, 13-й школы. За моей спиной, вы видите, работает техника. Сегодня нас по-прежнему поддерживает областной совет и из экологического фонда для того, чтобы мы привели порядок в нашу систему водоотведения на территории медицинского городка. Я рассказывал ранее, почему столько внимания городская власть уделяет данному объекту. Еще раз не лишним будет напомнить, что медицинский городок – это уже центр госпитального округа. И мы уверены, что для реконструкции те средства, которые мы потратим, повысить не только качество медицинского обслуживания для наших горожан, а сделают или сформируют перспективу для укрепления отдела здравоохранения, рабочих мест для наших врачей и в целом повышения статуса города Мелитополя как центр медицинского обслуживания. Предлагаю перейти к вопросам. Наверняка у журналистов таковые имеются. И мы с удовольствием на них ответим.